Зимой прошлого года со сменой руководства городского водоканала начались активные работы по замене устаревших труб. Вот и не стала исключением насосная станция. Таким образом удалось частично заменить и выходные трубы. По словам главного инженера городского водоканала, сокращенный материал служил насосной станцией с самого дня основания. Мысль о том, что образующиеся с годами болячки ржавчины могут разительно повлиять на качество воды, увы, не беспокоила в прошлом светлые головы. К тому же дело это было затратное. Качественный металл всегда в цене. Вы знаете, данные работы мы делаем из-за того, что со дня основания очистных сооружений трубы не менялись. Но она плановая работа, здесь никакой аварийной ситуации нет. Ну, чтобы зимой не мучать людей, чтобы зимой не останавливать очистные сооружения, для этого нужно остановить очистные сооружения. Поэтому эту работу мы пока погода позволяет, делаем эту работу ночью. Сегодня замена добралась до всасывающего трубопровода. Состояние износившегося в труб в комментариях вряд ли нуждается. К счастью, картина эта останется в прошлом. Дружным шагом в шестиметровую шеренгу уже выстроилось более шести метров легированных труб. Легированное покрытие действие не из дешевых. Однако именно оно обеспечивает металлу высокое качество технологических свойств и долговечность эксплуатации. И как тут не раскошелиться? Как бы у нас запас трубы есть сейчас, мы нашли лидированную именно трубу. К сожалению, сейчас труб выпускают очень много, но качество желают лучшего, конечно. Вроде бы трубы хорошие, на первый взгляд, но на большой срок ресурсов не хватает. Поэтому мы искали, нашли лидированную сталь именно трубы и меняем именно для наших. Второго подъема нашли именно, вот эта труба нас и интересовала. У нас она есть наличие. На глазах у работников едва заметна усталость, а ведь за окном второй час ночи. Такие меры дело скорее добровольное, чем вынужденное. Для прокладки новых труб необходимо обесточить город от воды. Лишать коспичан, в том числе и свои семьи, необходимого ресурса в дневное время никто не решился. А работать, тем не менее, надо. Зима вместе с опустующими погодными сюрпризами уже вступает в силу. Встретить ее за кружкой горячего чая помешает разве что человеческая жадность. Минувший год уже запомнился для наглых лис, проводивших в свои дома водное облаго цивилизации через незаконные урезки. Естественно, что проложенные на скорую руку и неутепленные трубы замерзли, не успел только градусник зашкалить за минусовые температуры. В первую очередь посоветовал обратиться к специалистам именно по укладке. Есть НИПы, есть нормы укладки труб. То есть глубина залегания, нормы утепления труб. На сегодняшний день, к сожалению, все делают как хотят, как считают правильным. Для этого есть, наверное, и законы, и СНИПы. Это все надо как бы на это внимание обращать. Потому что не было столько лет у нас такой сильной зимы. Вот случилась зима. Не исключено, что и в этом году будет сильный мороз. Возможно, я со своей стороны для подготовки водных объектов к зимнему сезону водоканал выполнил. А значит, добросовестная половина горожан может спать спокойно в ожидании нового потока чистой воды. Светлана Крубайтаева, Гайдар Рамазанов. Новости Каспи-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова